Девушки отдыхают Здравствуйте, юные любители географии Привет, ребята! Профессор! 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 Здравствуйте, друзья мои! Здравствуйте! Ой, профессор, мы завтра собираемся в гости к спортивному зайцу Гоши Он сделал целый парк аттракционов, будем на качелях качаться А ещё на батуте прыгать Эх, я тоже хочу в парк сходить Так пошли с нами Ой, правда? Ой, спасибо! Обязательно пойду Ну, друзья мои, парк аттракционов будет завтра А сегодня я предлагаю вам отправиться в другой парк В какой такой другой? В заповедный национальный Я про такие никогда не слышала А на чём там катаются? Шунечка, в национальном парке ни на чём не катаются Там охраняют природу Люди приходят в такой парк любоваться растениями и животными И изучать их И ни в коем случае им не вредят Это хорошо Да, там, наверное, очень красиво Конечно Вот, посмотрите Этот парк называется Беловежская пуща А что такое пуща? Пуща – это густой, труднопроходимый лес В этом парке охраняют как раз такой лес Здесь много хвойных деревьев, которым уже больше ста лет Ого, а что там ещё есть? Там живут зубры, олени, кабаны, бобры Животным здесь хорошо и спокойно Ведь охота в Беловежской пуща запрещена Профессор, а где же находится эта пуща? В европейской части Евразии В ещё одной стране соседки России Прочитайте-ка её название Белоруссия Белоруссия Смотрите, вторая часть слова с корнем рус Как и Русь Точно Вы правы, друзья мои Жители Белоруссии, то есть белорусы и русские родственные народы Так же, как русские и украинцы? Точно Когда-то давным-давно все мы жили вместе Потом страны разделились, а названия остались Профессор, а Белоруссия совсем небольшая Ты прав, Зубок Но от этого она не становится менее интересной Вот посмотрите Это самый старый белорусский город Полоцк Сюда приезжает много туристов посмотреть на памятники, музеи и соборы Ой, профессор, а Полоцк столица Белоруссии? Нет, главный белорусский город называется Минск Вот он Ой, какие красивые башни А что это у них наверху? Это главные часы Минска Именно их белорусы видят по телевизору в новогоднюю ночь А в Белоруссии есть какие-нибудь природные интересности, а, профессор? Конечно, Зубок Вот, например, озеро Нарыч Самое большое в этой стране Ой, как красиво! Действительно, Шунечка Озеро окружает еще один национальный парк Белоруссии Нарочанский В нем охраняют и разводят рыб и птиц Сколько же там этих парков? Пять Вот молодцы, а! Любят свою природу Белорусы любят не только свою природу Но и свои народные песни, праздники И вкусную белорусскую еду И какая же у них там еда? Расскажите! Может, попросим еноточа ее приготовить? В Белоруссии очень уважают разные блюда из картошки Например, драники или картофельные оладьи Белорусские женщины любят готовить Поэтому там на всех праздниках полным-полно угощений Ой, а вот праздники я люблю Все во что-нибудь играют, поют песни, наряжаются Да, Зубок Белорусы на праздники наряжаются в свои народные костюмы Ну и такие уж они нарядные Ну что ты, Веснушка, посмотри, какая красивая вышивка на рубашках Друзья мои, это традиционная белорусская вышивка Такой узор есть даже на флаге Белоруссии Правда? Да, вот посмотрите Ух ты! Симпатичный узорчик Профессор, а что означают цвета белорусского флага? Красный цвет – это символ победы А зелёный – цвет белорусских полей и лесов А у нас за кошком цвет полей и лесов жёлтый Да, сейчас бы погулять по осеннему лесу Ха, листьями пошуршать Ну, друзья мои, я думаю, самое время заканчивать урок и отправляться на прогулку А можно? Ну, конечно! Увидимся в нашей Шишкиной школе Мои дорогие любители географии Я жду вас через неделю Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова